Сменить привычную школьную форму на одежду особого образца для Даниила Бондаря, ученика пятого класса, это возможность поддержать семейную традицию. Пример для подражания – его отец был на передовой в один из самых опасных для страны моментов. Была авария, да, чернобыльская. И в тот день, когда была авария, мой папа всех вывозил людей из этой зоны. Я буду стараться поступить в МЧС, в милицию, чтобы спасать всех людей. И помогать им. В честь других учащихся 15-й школы – Павел Шумак. Поддержать сына в ответственный момент пришел его отец, в прошлом сотрудник МВД. Для меня очень почетно, что мой ребенок вступает в кадетский класс, так сказать, в кадетское братство. Я считаю, что кадетство для него будет, прежде всего, источником привития чувства патриотизма к родине. Если у него будет желание свой жизненный путь связать со службой в органах МВД, то я буду ему только всячески в этом помогать. Но конечный результат все-таки будет за ним. Когда он вырастет, окрепнет, он сделает свой выбор. Концертный зал Дворца культуры «Строитель» переполнен. В первых рядах ветераны Белорусского союза офицеров, представители общественности, органы правопорядка и спасатели. Ежегодное произношение клятвы верности кадетскому движению необычно разве что для родителей. За каждым отточенным действием скрываются многие часы тренировок. Мы, юные граждане Республики Беларусь, принимая на себя благородное и почетное звание учащегося кадетского класса, клянемся настойчиво и упорно овладевать знаниями, стремиться стать достойным гражданином Республики Беларусь. Клянемся! Наследие Саворовских училищ кадетское движение в 15-й школе не педагогический эксперимент, а профориентационная часть школьной программы, которая приносит результат. Пример тому – выпускники кадетских классов в прошлом. Артур Лукьяненко и Кристина Качур сегодня вдохновляют своих будущих коллег. Не изменяйте мечте, идите до конца. Не все будет так гладко, и вы не будете путь по течению, будет очень много подводных камней. Очень много будет спотыкаться, падать, но вы кадеты. Вы должны будете подняться, города поднять голову, идти вперед. Напутственные слова и пожелания. О важности патриотического воспитания со сцены говорят и Александр Воробей, следователь Музырского районного отдела Следственного комитета, и Юрий Васильков, начальник ГРУЧС. И здесь кадетское движение, как ее лучший пример. 14 лет назад с бывшим начальником нашего отдела по чрезвычайным ситуациям Анатолием Марковичем с Алексеем Филипповичем мы мечтали о том, что наше начинание продолжится и вот так вот и расширится. Первые выпускники класса по ликвидации чрезвычайных ситуаций уже офицеры на должностях и рад, что наше дело получилось. Данное внимание к нашей школе и к нашим классам на тех, кто стоит на этой сцене, на тех, кто сидит в зале и на вас, уважаемые родители, накладывает на всех нас высокую ответственность. Стать достойными гражданами Республики Беларусь учащимся, быть достойными гражданами нам.